5. Начинаем мы вещать. Здравствуйте всем, кто сейчас прильнул к экрану своих мониторов, дабы насладиться... Чем насладиться? Насладиться общением. Сегодня в гостях у Аргументы фактов в Украине с сайта TVUA и еженеделька Телесемь. Кто бы вы думали, посмотрите на ту девушку справа от меня. Вы гадаете с трех раз. Гадаете с трех раз. Это Алена Винницкая. Меня зовут Денис Путинцев, и я надеюсь, мы сегодня поговорим обо всем. Интересно нам будет и весело. Далее. Да, я думаю, да. Поехали. Первый вопрос у нас от товарища Командора. Вопрос такой. Я понимаю, что в России никак не пробиться о стену шоу-бизнеса, но в Питере или Москве, по идее, по идее вместе с тремя е, клубный концерт можно организовать. Конечно, навряд ли в плюс, но чтобы по нулям получилось, наверняка получится. Какие мысли по этому поводу у вас есть? Ради имиджа и преданных поклонников. Это Командор. Это Командор. Наверное, такой москалик. Парень, да. Ну, Питер, во-первых, если кто сейчас смотрит из Питера, всем огромный привет. Обожаю ваш город. И еще раз хочу сказать, что с Питером связаны самые лучшие воспоминания. Именно этот город сделал первый неофициальный сайт Алены Винницкой. И я знаю, что ждут до сих пор концерт. И, может быть, Командор, вы правы. В принципе, при большом желании можно организовать что-нибудь, какое-нибудь выступление. Я думаю, что так оно и будет, рано или поздно. А почему Питер именно? Не знаю. Как-то там какую-то такую волну. Вот удивительным образом именно Питер так вот любит мое творчество. И я очень люблю Питер. И, кстати, тоже при последнем общении с Аллой Борисовной Пугачевой, она почему-то тоже подумала, что я из Питера. Вот. Что-то во мне питерское есть, наверное. А твое последнее общение с Аллой Борисовной Пугачевой на Крыме? Мюзикфест, наверное, да? Нет. Это было в эфире радиостанции. Не будем называть. Да, можно. А, радио Алла, да. И где Алла Борисовна сама лично берет интервью. А они 5 долларов занесут потом, да. Почему-то у него тоже сложилось такое впечатление, поэтому с Питером какая-то незримая связь. Ребята, друзья, я вам обещаю, что будут концерты и не один клубный концерт в Питере. Я думаю, что целая серия. У меня такое предположение сейчас появилось, что с Питером, потому что у тебя образ готический. Ну, наверное, да. Это сурово, немножко холодновато. Такой сневой и какой-то такой. Они же там тоже все такие ребята. Это, несмотря на, казалось бы, изучаемый оптимизм, они внешне какие-то вот все холодные. Ты, конечно, холодная. Нет, они не столько холодные, достаточно веселые, остроумные. Они просто, знаете, мыслящие люди. Вот Питер как-то отличается, наверное, питеряне отличаются тем, что они вот, они любят углубляться, там, размышлять. Поэтому очень много у меня фэнов, конкретно с Питера. Потому что они любят разбирать каждое слово, написанное мною, каждый вот текст, чтобы это могло быть. Да, вот это вот присуща такая мыслительная работа. Философы. Философы. Мне понравилось Питеряне. Питерцы, Питеряне. Питербургцы, Питеряне. Питербургцы. А куда делся, опять же, командор спрашивает, а куда делся форум с официального сайта? Там немного было, но все-таки для истории оставались темы. Да, оставались темы. Это был замечательный период вообще этот форум, поскольку очень много людей. Такая сложилась уже сплоченная команда из самых-самых таких страстных поклонников. И часто мы, в общем-то, встречались там на этом форуме, то есть можно было ответить напрямую на вопросы. Но, видите, время идет вперед, появилась такая штука, как Фейсбук. И все. Вот. И у многих артистов, и не только наших, но и западных, тоже как-то официальные сайты немножко отошли на задний план. Как бы на первый план вышел Фейсбук. Ну и сейчас, в данный момент, мы считаем, что Фейсбук достаточно для того, чтобы продолжать точно так же общаться, общаться, писать туда, заходить, приводить друзей. То есть Фейсбук намного больше дает возможностей по общению. Поэтому добро пожаловать на официальную страничку. Насколько я помню, с нашего последнего общения, ты вообще не очень активно ведешь себя в социальных сетях. Ну, я достаточно активничаю, насколько это позволяет мне. Моя работа и вообще ритм жизни. Потому что, да, я не из тех людей, которые каждый день по несколько часов сидят именно конкретно в социальных сетях. Но, тем не менее, у меня просто нет на это времени. Кто же тогда будет писать музыку, кто будет ездить на гастроли. Это вот в Японии изобрели уже голографических исполнителей. Это прекрасная идея. Японцы с содроганием ждут, когда же наконец-то внедрится его масло. Японцы вообще очень странный народ. Нужно им во многом отдать должное. Но меня невозможно убедить в том, что живой концерт не заменит ни одна голограмма, ни одно выступление под плюс. Потому что это живое выступление живого артиста. И я думаю, что все поклонники, в том числе я тоже являюсь меломаном, мне нравятся другие артисты, исполнители. Мне бы хотелось купить билет, прийти и посмотреть на живого человека. На того человека, который сидел в студии, записывал эти песни, в конце концов, придумывал тексты. Как бы он не выглядел, пусть он там постарел или еще там как-то. Ну вот, это живая схема. А что голограмма? Голограмму это все равно, что календарик купить себе. Знаете, раньше были такие календарики. Ну, я... С артистом, который тебя подмигивает. Я другие календарики. Приключить магнитофон. Это клацать этим календариком... Здесь другие календарики из Польши привозили, значит, перефотографировали. Другие календарики, ты знаешь, что мне нравилось на тот момент, лет 13-14. Вот. Ну, на самом деле, если уж мы заговорили про виртуальное общение, ведь то же самое говорили, да вот не заменят живое общение, не заменят в социальной сети живого общения никогда. А теперь уже и по скайпу бухают, понимаешь? Нет, но календарик, но все равно это живое общение по скайпу. Я вижу человека, живого человека, это не голограмма. Ну и что, я его вижу в реальном времени. Ну, хорошо, но сейчас виницы можем включить, и будет выступление, ну, грубо говоря, если дойдет до этого техника... Если человек не может приехать, соответственно, на концерт, у него нет возможности, то можно посмотреть, конечно, и в онлайн-режиме можно тоже и таким образом, но это, ну... Это нельзя, понимаете, одно дело, когда вы общаетесь со своим другом, который живет за границей или в другом городе, и бухаете с ним, как вы выразились. Само ты. Да, как ты выразился. Мы сразу бухаем. Но другое дело, когда речь идет о музыке, это все-таки какие-то более тонкие материи. Это все-таки извлечение каких-то звуков, правильно? То есть это не просто человек, с которым ты разговариваешь. Это целое действие, это магия. Концерт — это настоящая магия. Человек приходит на концерт для того, чтобы увидеть что-то, чего нет в реальной жизни. Вот. И эта магия своего рода некий обман такой, как... Артист, он немножко иллюзионист. Правильно? Ну, другие словами... Коперфильд всем рассказывает, что взлетает. Люди верят, что взлетает. На самом деле это прекрасное шоу, отличная магия. И люди в шоке от того, что они видят. Понимаешь, есть некоторые артисты, где люди в шоке от того, что не видят, но по другой причине. Добрый день, Алена. Что-то затянулась пауза с выходом альбома, и очень мало концертов даже по Украине. Когда же вы нас порадуете альбомом и концертами? Вот так вот, Алена. А что, все, еле и доеле? Ну да, по поводу альбома здесь мне нечего сказать. Он действительно затянулся. И такой какой-то наступил период, нужно, наверное, немножко притормозить, что-то как-то переосмыслить и выдать хороший, полноценный, настоящий альбом. То есть не альбом ради альбома, потому что его надо поскорее продать или как-то там что-то показать. А именно настоящий альбом, когда каждая песня рождается в тот момент, когда она должна была родиться. То есть всяких там кесарево сечений, знаете, как сейчас модно, можно там заказать себе какой-то день, когда вы будете рожать. Хочется, чтобы все песни рождались именно тогда, когда они должны будут родиться. И тогда альбом будет действительно классный, который можно будет слушать 10 лет, 15, 20 и так далее. Поэтому он немножко задержался. Ну, практически все песни написаны, но еще нужно немножко его доработать. А каков концепт? Концепт у нас всегда один и тот же. Глубокая женская лирика. Все то, что я переживаю в жизни, все это я выливаю в свои песни. Я сейчас больше про... Сугубо на личном опыте люблю описывать вот свои переживания. Я больше про музыку сейчас. Будет ли отличаться в плане аранжировок, что я все понакатанно? Ну, не понакатанно. Если вы послушаете, там, скажем, возьмете альбом «Рассвет» и послушаете, там, куклы, то вы увидите, что, конечно же, и вы слышите, да, что, конечно, разница есть. И разница достаточно большая вообще в звучании. Естественно, мы стремимся, мы, я имею в виду всю нашу команду, и Сергей Большой, и все наши музыканты, мы стремимся не то чтобы к совершенству, наверное, это будет неправильно, потому что совершенство – это скучно. Должно быть какой-то, оставаться душок. Что-то должно быть. Душок. Арханично и несовершенно. Но каждый раз мы, конечно, хотим, чтобы все было на уровне, поскольку технологии, как вы знаете, сейчас меняются буквально каждый… Капиталисты. Каждые полгода уже какие-то новшества. Естественно, мы тоже хотим звучать современно, прежде всего, то есть не архаично, а современно. Поэтому я думаю, что в звучании, именно в музыкальном плане, это будет современно. просто современно. Я думаю, этого и достаточно. Я тебе могу сказать, что как по мне, как человеку, который тоже любит слушать музыку, как бы это высокопадно не звучало, но как раз архаичности-то и не хватает сейчас музыки, по-моему. Как раз вот много очень примочек стало, а знаешь, такого брутального гаражного звука не хватает. Гаражный звук – это вообще не стиль нашей страны, это нужно признать. И в общем-то… А как же гражданская оборона? Гражданская оборона была рождена вообще не в нашей стране, не в Украине, даже не в России, а в Советском Союзе. В Семь родом АССР. Да, в Советском Союзе. Тогда были другие времена, тогда был железный занавес, тогда бунтарство, оно как бы приветствовалось. И вообще я считаю, что, конечно, номер один – это группа кино. И вряд ли сейчас вот трудно поверить, что родится такая звезда, ну, в ближайшее время, по крайней мере, которая бы настолько всех потрясла, именно просто бы разорвала страну, потому что сейчас уже нет никаких запретов. Тогда были запреты, тогда любые песни про запреты и про отмену запретов вызывало массу эмоций. Люди хотели выходить на улицу, сжечь там костры и все такое. Сейчас немножко ситуация изменилась. Я думаю, что невозможно творчество вообще разбирать по косточкам, там, брутально это или не брутально, гаражный это звук или не гаражный. Всего этого можно достичь. Вы берете, просто приглашаете хорошего, компетентного музыкального продюсера, их тоже немного, но они есть, и говорите, я хочу, чтобы это звучало там, как гражданская оборона. И он делает вам все, чтобы вы так звучали. Но это не значит, что это будут слушать. Это не значит, потому что дело же в искренности, дело в том, чтобы это была настоящая песня, а не в том, как вы ее под ретро, вы ее сделаете, или супер-мега-современно. То есть здесь главное, что внутри. Ну, такой у меня, по крайней мере, концерт у Алены Винницкой. Люди с душой поющие шансоны? Это должно быть правдиво. Да, даже люди с душой поющие шансон. Я, кстати, против шансона. 90% это же прекрасно в нашей стране. Ну, есть люди, которые слушают шансон. А что, мне здесь тоже мы мы начинаем как-то делить? Вы их не переделайте, они всегда будут слушать шансон, потому что они уже прожили там свои 50 лет, и что бы вы ему не предлагали, этому человеку, он не будет слушать ничего другого. Так что же, взять и лишить его вообще любой возможности слушать музыку. Пусть слушает шансон, разве он кому-то мешает тем, что он слушает шансон? Ну, кого-то не мешает. Водители маршруток. Алло, ты же не едешь в маршрутках, понимаешь? А я езжу иногда. Я слушаю. Ну, значит, берем наушнички, это сейчас не проблема. Включаем, наконец-то, нормально. Просто даже любой гаджет хороший, там, сейчас в любом телефоне, накачал музыки. Если не нравится шансон, надеваем наушнички, или мы слушаем то, что нам нравится. Сейчас технологии, в общем-то, позволяют каждому человеку уйти глубоко в себя. Это хорошо, как ты считаешь? Знаешь, это ту шутку? Раньше при встрече мальчики снимали шляпу, а теперь вы дергиваете наушники из ушей. Я думаю, что каждое время по-своему хорошо. Я вообще очень не люблю, я не любитель, как бы, смотреть назад и говорить, что там было лучше. Мне хорошо именно сейчас и здесь. Я думаю, что можно и при наличии вот таких вот безумных технологий, там, кого-то, да, это уводит глубоко, там, в собственный свой мир, да, дети не могут оторваться от компьютеров, там, никто не читает книжки, кричат взрослые люди, вот, перестали смотреть серьёзное кино, перестали снимать серьёзное кино, нет серьёзной музыки и так далее, и так далее. Всё это, на самом деле, кто хочет, тот всегда найдёт. Ну, вопрос в том, что... По крайней мере, свобода, свобода выбора, это всегда лучше, чем запреты. А свобода выбора есть. Ну, вот этой же свободой и заклёбываются люди в регионах тех же самых, понимаешь? Да, вот эта свобода, это очень, конечно, хорошо и классно, но когда есть выбор у 5% людей, понимаешь, а у 95% выбора, по большому счёту, то и нет. Да, я... Эта тема, на самом деле, такая глубинная, вот, и... Ну, всё, следующий вопрос. Просто, да, я просто... Про эротический календарь, поэтому я хотел подложить, да, разбавляю. Да, просто дело в том, что ответ на этот вопрос не знает никто, нет ни одного человека, кто бы мог сказать, что так правильно, а так неправильно. Подожди, в следующем году. Иначе... Нет, просто тогда это будет тоже навязывание чего-то. Давайте там отменим вот это, там, уберём шансон, например. Или, там, уберём, там, запретим всем детям играть, там, в компьютерные игры. И всё, и начнётся, что начнётся. Тот же Советский Союз. А как ты отреагировала на недавние вот эти вот истории с законодательством об обмене украинской музыки? Ну, вернее, о том, что процентовка теперь уже другая, музыки в эфире, радио? Как сказать? Знаете, это тоже палка о двух концах. С одной стороны, любая радиостанция, безусловно, и там, и любой, там, музыкальный телеканал имеет право ставить то, что он считает нужным. Ну, как бы, да? Это логично, логично. То, что не противоречит законодательству. С другой стороны, отмена, вот, та самая отмена, как бы, там, сменились проценты, я не помню даже уже, кстати, они полностью отменились. Там было 15 процентов, теперь там на усмотрение. Да, с другой стороны, конечно, есть опасность, что, опять-таки, украинские, большинство украинских артистов останется за бортом, и речь идёт как раз уже не о знаменитых людях, которые уже заняли там свою нишу, и, ну, там, скажем, как мне, предположим, мне там проще в этом отношении, поскольку у меня заработанное имя есть, и, в общем-то, я не сталкиваюсь, слава Богу, в последнее время с тем, что мой материал, ну, то есть, мои песни куда-то не берут или там, или ещё что-то. Очень жаль молодых исполнителей, вот им, конечно, не повезло, их-то будут, конечно, резать. Резать будут? Будут, однозначно. Чмарить? Конечно, особенно, если нет денег, будут резать, да. Ну, опять же, резать будут как? Это же чистая коммерческая история, правильно? Тут же политикой, по большому счёту, никакой не пахнет. Политика это только завуалировано, да, вот там, политикой. Пока другие кричат, на самом деле, люди пользуются ситуацией, правильно? Менеджеры, там, какие-то определенные структуры. Да, ну, они всегда пользовались ситуацией, всегда на местах решает какой-то один человек, как правило, там, программный директор, вот, всегда стоял вопрос вкусовщины, всегда, и он стоял, и в Советском Союзе не стоял точно так же, артисты точно так же находили непонимание. Если там сидел человек, которому не нравится твоё творчество, то он сделает всё, чтобы тебя там не было. Вот и всё. Здесь уже нужно, не знаю, надеяться на какую-то, верить вообще в свою силу, в удачу, а ходить с бумажками, бороться, стоять на площади, с плакатами, это только отнимает, мне кажется, силу. Вчера вы отмечали 7 лет за дня последних движений, кстати. Это по поводу, люди выходили и полили костры. Так, после Союзи выходили и полили костры тоже. Конечно, только, к сожалению, за другие идеи совершенно. Хотя, нет, за идеи те же, за идеи те же. Мы разуверились в нашей стране, люди не верят ничему, никаким идеям. Я, по крайней мере, уже перестала встречать в своей жизни людей, которые были одержимы какой-то идеей, или там, предположим, свято верили бы в одного, или в какого-то одного кандидата, или там, в какую-то, не знаю. Люди не верят ничему, они верят только в свои собственные силы. Вот поэтому меня и сравнивают с Питер. Нет, нигилизм такой легкий. Я как раз по политику податься, но у меня не мешался. Нет, и вообще, я не понимаю, почему мы сейчас так развернулись. Нет, интервью у нас повернулось в сторону политики. Я вообще аполитично максимально. Я приберег все вопросы о обнажении на потом, специально, поэтому разбавляю. Тут же вопросы-то сплошные, Ален, ты же понимаешь. Тут же вопросы... Все о политике, да? Нет, как раз не о политике. И вот чтобы как-то тебя подготовить морально к вопросу, Алена, согласились ли бы вы сняться в эротическом шедевре вроде «Основной инстинкт» или «Девять с половиной недель», чтобы миллионы поклонников смогли наконец-то увидеть ваше прекрасное тело, спрашивает Давид Глебов. На самом деле, мой вопрос, я просто подписал, «Девять с половиной недель». Да, согласилась бы, конечно. Подожди, а что останавливает? Ну, как что останавливает? Нет, я помню, что были какие-то прецеденты, да? Ну, во-первых, для того, чтобы сняться именно конкретно в таком шедевре, как «Девять с половиной недель». и что там у нас? Становной инстинкт. основной инстинкт. Для этого, наверное, нужно тоже находиться немножко в другом месте. Я, во-первых, не верю, что у нас есть режиссер, который это сможет снять. Вот. Ты не веришь в Бадуево? А Ланг? А Лангер не верит в тебя? Ну, вот, скажем так. И потом, ну, нет никаких преград. Если это классный режиссер, если это хороший бюджет, если это суперский сценарий, то почему нет? А хороший бюджет это что значит? Это значит, хороший бюджет. Это значит, хороший гонорар. И гонорар в том числе. Если уже говорить о шедевре, то здесь все должно быть шедевральным, правильно? А по-моему, основная стена. Начиная от режиссера и заканчивая гонорарами. Естественно, хорошие актеры и так далее. А просто так, пойти, например, в какой-то малобюджетном, сняться в малобюджетном кино. У неизвестного режиссера обнажиться там. И сниматься в эротических сценах, а потом это все можно будет, не знаю, кому показывать. В таком случае нет. Ларс Фон Триер, он тоже в какой-то бюджетах. Ларс Фон Триер, это крутое. У него тоже. Это же не основной стинг-далеку. Хотя там сценки есть. Ого! Я имею в виду, что прежде всего у хорошего режиссера, безусловно. Минус бюджет. Не знаю. Здесь нужно подумать. Если это будет фон Триер, то, наверное, могу и бесплатно сняться. Для начала. Чего не сделаешь ради искусства. Ален, Татка задает вопрос. Алена, какой ты была, очень оригинальный, какой ты была в школе. Как считаешь, очень важно получить корочку о высшем образовании? Тебе лично она пригодилась? Ну, какой я была в школе, я уж, честно говоря, плохо помню, какой я была в школе. Мне тяжело как-то о себе судить. Но вот, когда я встречаю своих одноклассниц, это бывает, кстати, крайне редко. Потому что, вот, встречаешь. Да, вот недавно я встретила свою одноклассницу, и она мне вот, как-то так сказала, вот ты совсем не изменилась, такая же, как в школе. И вообще, ты в школе была такая, очень творческая, и всегда везде участвовала. Как-то я себя в школе по-другому воспринимала. Вот. В общем-то, я не была отличницей, я была такая хорошистка, вот, и у меня частенько было плохое поведение, вот, и меня часто вызывали к директору, и в отделе к завучу. Ну, и не могу сказать, что я была какая-то полная оторва. Такая я была в школе. У меня был какой-то дух противоречия во мне сидел, мне все время нужно было сделать все наоборот, не так, как требовали власти, школьные. Так пригодилось тебе высшее образование? Ну, в принципе, да, в принципе, да, хотя лично для меня это не имеет никакого вообще значения в общении с человеком, я никогда не спрашиваю, есть ли у вас высшее образование. Вот, и я встречала очень много глупых людей, имеющих высшее образование, с которыми просто было неинтересно, и достаточно много людей без высшего образования, с которыми я прекрасно провожу время, которые на поверку оказались умнее, начитаннее, вообще интеллигентнее и так далее. Поэтому высшее образование, ну, безусловно, в нашем социуме оно необходимо человеку для того, чтобы найти нормальную работу, и высшее образование еще дает неплохое развитие просто умения, скажем так, чувствовать себя свободно в социуме. Когда человек попадает в институт, это уже не школа, то есть, наработать какие-то связи, уметь общаться с людьми, то есть, уметь самому найти какую-то информацию и так далее. Если человек в общагу попадает. Вот, я, например, режиссер по образованию, я закончила нашу академию керевных кадров там эстетств, вот, я сценарист, режиссер, и выкладач фаховых дисциплин, вот, но все это только корочка, я не являюсь, по сути, на данный момент, я не могу себя назвать режиссером. Сколько у меня нет практики, потому что у меня нет практики, зато от института у меня остались прекрасные друзья, намного круче друзья, чем школьные друзья, с которыми мы общаемся до сих пор, вот, и отличные воспоминания. Так что я, как бы, с одной стороны, я не жалею, что я имею высшее образование, а с другой стороны, видите, имею корочку, не могу себя назвать специалистом. Почему? В этой области. Почему? Я знаю азы, я кое-что знаю, я знаю, где искать информацию, и, возможно, если бы у меня такой жизненный опыт подвернулся, я могла бы, конечно, вспомнить все и применить свои знания, но нужно было бы много чего вспоминать. Вообще, познание без практики, без опыта, это вам скажет любой человек, не имеет никакого значения, все очень быстро забывается, тот же язык любой, если вы не будете практиковать, вы очень быстро забудете. Нет, я просто к тому, что сейчас как раз тенденция такая, да, и вообще в мире, и в шоу-бизнесе, как в части этого мира, о том, что такая конвергенция, да, и мульти, мульти, какая-то, плейсорист, вот когда, допустим, тот же самый Леша, там так, когда он же, он стал режиссером, а теперь он не платит никому, он сам режиссер себе клип, если бы нормально, все хорошо, все смотрят, музыку пишет, абсолютно точно, любой человек, если днем это не есть, нет, пора вспомнить, ну, я пока что не, я не хочу быть режиссером, сейчас, на сегодняшний день, мне это не нужно, вот, мне как-то все-таки больше, нравится быть актрисой, вот так вот завуалированно, Алена призналась, потому что денег пока достало, чтобы снимать клипы у других режиссеров, да, Алена? Да, я думаю, что моя психика не выдержит еще, еще такой нагрузки, как снимать себе собственный клип, то есть, такая супер-женщина, которая сама написала песню, сама сняла себе клип, сама себе режиссер, сама себе промоутерная, это кто-то, была какая-то шутка, то ли в Comedy Club, то ли еще где-то, продюсер, Иван Пупкин, главный актер, Иван Пупкин, сценарист, Иван Пупкин, то есть, все сделал сам, зачем? Каждый должен, нужно освоить что-то одно, сделать это предельно, максимально, на полную катушку. Гера задает вопрос, Алёна, какие у тебя сейчас отношения с Георгием Делиевым, когда вы виделись в последний раз? У меня хорошие отношения с Георгием Делиевым, последний раз мы, правда, виделись, увы, давненько, вот, хотя вот недавно, насколько я помню, в октябре, спектакль был, маски-шоу, и Жора звонил и приглашал нас, но мы в этот день не могли, у нас был только концерт, только какое-то было серьезное мероприятие. Вот, мы не видимся по одной простой причине, что Жора живет в Одессе, мы живем в Киеве, у нас нет возможности видеться чаще. Я уверена, что если бы мы пересекались, точнее, обитали в одном городе, то наши встречи были бы намного чаще, поскольку есть потребность в общении, есть глубокая симпатия и уважение друг к другу. Вот, и каждый раз, когда Жора приезжает, в Киев мы всегда стараемся хоть как-то, хоть ненадолго пересечься. Да, она задает вопрос, Алена, нет мысли изменить цвет волос? О, хороший вопрос, есть такая мысль. Борисова задает вопрос. Есть такая мысль, вот, я, как любая другая женщина, все время хочу что-то изменить, все время хочется проэкспериментировать. Блова не усердствовать, Алена, потому что некоторые артисты очень усердствуют, не только с волосами. что-то приводит к таким плачевным последствиям. Вы имеете в виду пластическую хирургию? Нет, я пока что, я подожду еще, наверное, лет 10. А цвет волос, в принципе, это нормально немножко менять, там, через какое-то время женщине. Хочется, каких-то обновлений, хочется как-то по-новому и на себя взглянуть, и по-новому себя презентовать другим. Вот, поэтому я подумываю о смене цвета волос, хотя мне немножко страшновато, не спорю. Вот, хотя я в своей жизни какого цвета я только не была. Я была и яка-рыжая, я была и блондинка, и брюнетка, и шатенка, и была даже в полосочку. То есть, экспериментов в моей жизни было предостаточно. А кто занимается созданием твоего сценического образа, продолжает дама? Ну, сценический образ это всегда совместная работа, то есть, нет, никогда не бывает такого, что нанимается человек, который приносит мне мой сценический образ и говорит мне, Алена, вот ты будешь выглядеть так. 200 долларов. Вот, нет, я уже давно сотрудничаю с нашими молодыми, ну, уже, наверное, не молодыми, просто малоизвестными дизайнерами, есть такая формация, называется Ями Клаб, а конкретно с Юлией Дордиенко, это уже на протяжении вот трех-четырех уже практически лет, как неизменный стилист, который придумывает мне сценические образы и вообще помогает мне со стилем в жизни, в повседневной. И, в общем-то, мы вместе с ней разрабатываем, то есть, как правило, какая-то основная идея исходит от меня, вот, а Юля уже мастерски это все воплощает в жизнь, поскольку это ее стихия и она лучше разбирается и понимает в каких-то деталях, как это сделать. То есть, основа твоя идея? Основа всегда моя идея, да, если это подготовка к видеоклипу, смотря какая песня, вот здесь я чувствую, что мне нужно быть женщиной вамп, да, я чувствую, что никак по-другому не может быть, здесь не может быть другого стиля. вот, я предлагаю эту идею, а Юля мне уже помогает и дорабатывает там всякие технические моменты. Так вот, к чему Дана вела. Готова предложить свои услуги, как мне с тобой связаться? Вот же к чему было долго идти рада про сценические образы, цвет волос. Я поняла. Дана готова предложить тебе новую прическу, зеленую или оранжевую? Ну вот, в то время, когда я уйду, так сказать, в такой глубокий панк, я думаю, годом 60, я мечтаю быть такой сумасшедшей старушенцей. Все же вы все представили. Да, когда уже вопрос красоты и женской привлекательности отпадет в связи с возрастом, да, то тогда у меня точно будут... 60 лет есть женщины, есть у нас примеры, и Тина Тюрнер у нас есть, и много других интересных. Ну, я, конечно, сейчас побоюсь показать, что ты любишь изященцев. Никто не может предположить, как он будет выглядеть в 60 лет и что он будет хотеть в 60 лет. Ну, я уж точно буду ужасно выглядеть, я думаю, прекрасно. Ну, не знаю. Я и сейчас-то не очень. Мне бы не обиделся. Мы не обиделся. Мы про услуги. Есть, может, какие-то официальные контакты, куда могут писать люди? Ну, конечно, официальный контакт всегда можно найти на официальном сайте, контакт нашего пиар-отдела, нашего пиар-директора, с которым можно связаться и предложить все свои услуги. Это, конечно, с сумасшедшими общается Кира, с нами. Ну, да, Кира у нас стойко держит позицию общения. Антоха задает вопрос. Алена, какие у тебя любимые места в Киеве, в Украине, в интернете? Антоха, это явно новое поколение людей. Да, ну, в Киеве, вы знаете, у меня не так уж много любимых мест, точнее, не так уж много мест, где я бываю, как выяснилось, за последние несколько лет, я вот вдумалась, где я бываю, в общем, в Киеве. В Киеве бываю в основном на работе, дома. То есть, как-то в последнее время не очень-то я куда-то выезжаю, выхожу. Конечно, я люблю Андреевский, безусловно, как и все, наверное, киевляне, как бы это там банально не звучало. Ну, в последнее время я вообще живу за городом, уже второй год, поэтому, в общем-то, не очень-то я себя балую какими-то просто пешими, даже прогулками по городу Киеву, в основном, как бы где-то за городом нахожусь. Любимые места в Украине, конечно же, Карпаты и Крым, безусловно, вот, Крым в меньшей степени, вот, а Карпаты я очень люблю, и каждую зиму бываю в Карпатах. А в меньшей степени почему? Крым в меньшей степени. Сервис или просто? Да, сервис, ездить, намного, да, намного, там, по крайней мере, есть вот эта неповторимая аутентичность наша украинская, вот, даже просто, если вы снимете какой-то там домик деревянный, вы все равно будете чувствовать, что вы находитесь именно в Карпатах. А в Крыму, ощущение, что ты в Тюмени находишься? А в Крыму, да, немножко непонятно, где ты находишься, ничего не понятно с сервисом, как-то так бездумно распродана земля, везде стоят какие-то огромные неуменяемые коттеджи и нормальных, в общем-то, даже каких-то пансионатов, их почти не осталось. Есть, можно найти, можно найти какие-то такие милые уголочки, но если уж не ехать к морю, то ехать за границу. Там живут милые люди. то ехать за границей. Да, и нет, там просто еще милые цены, за такое чудо, за милый сервис. Только такие милые цены могут себе посмотреть, такие милые люди. Если уже иметь какую-то сумму денег, я думаю, лучше ее потратить где-то в более красивом и удобном. Кстати, Турция очень тоже красивая и с нормальным сервисом. Вечное желание нашего человека есть пить, а ничего не делать. Свято задает вопрос. Алена, как собираешься праздновать день рождения? Спасибо за вопрос. Свято собирается еще и выяснить, где это будет происходить. Понимаешь, под шумок, на лоха. Нет, спасибо, что помнят мой день рождения. Действительно, приближается 27 декабря. Я буквально перед самым Новым годом. Поэтому в основном свой день рождения я праздную где-нибудь на сцене. Еще и, как правило, на улице, поскольку уже начинаются какие-то елки, так называемые. И поэтому день рождения проходит на работе. Потом мы его плавно переносим в наш дом и праздную свой день рождения в таком узком, ограниченном кругу людей. Не устраиваю пышных праздников со специально приглашенными ивент-компаниями, которые приводят туда. Мулатами, которые делают массаж ног, карликами с кокаином на этом саллобу. Не потому, что мне это не нравится, нет, почему. Я приветствую такие праздники, это вполне все нормально, просто декабрь, как известно, для артиста очень такая пахотная пора и очень много концертов, и поэтому просто не хочется. ничего такого ты просто на одном абоненте работаешь, потом еще устраивать себе дома. Дома хочется просто расслабиться, чтобы были родители, чтобы были самые близкие друзья. Конечно, это весь наш коллектив со своими семьями, то есть у нас, по крайней мере, достаточно много людей собирается, но это все люди, которым я стопроцентно доверяю, перед которыми не стыдно напиться и упасть. Класс! Наконец-то я добился этого. То есть, Свято, у тебя никакого шанса попасть на это, Свято, немало. Разумеется. Какой из подарков вспоминаешь ты до сих пор, Алена? Вспоминаю, аж вспоминаю до сих пор. Много разных подарков было в моей жизни и все подарки были искренние от всего сердца и все подарки были классные. И всегда это приятно всегда получать подарки. Но почему-то я вот помню и никак не могу забыть, как много-много лет назад, еще до всей моей артистической деятельности, когда мы с Сергеем Большим были юными и снимали маленькую квартиру. на этом акцент. я не думаю восьминадцатилетие твои вроде бы как отмечали. И мы снимали маленькую квартиру за 30 долларов, такую вообще крошечную. И Сережа умудрился на мой день рождения в эту крошечную квартиру принести нереально огромную елку. Просто нереально. Которая не вылазила во-первых в эту квартиру. Мы пилили эту елку прямо на лестничной клетке. Пытались из нее сделать сразу четыре маленьких елочки. В итоге мы как-то ее втиснули в эту крохотную квартиру и это было зрелище. Эта елка заняла ровно полкомнаты, в которой мы жили. Она буквально раскинулась на всю комнату. Украшать нам ее тоже особо нечем, поэтому мы ее украшали киндер-сюрпризами. Вот. А тут еще зайцы набежали волки, лисы, дедушка мороз. Да, это почему она так врезалась. Кстати, и после этого случая родилась традиция в нашей семье ставить елку конкретно на мой день рождения 27 декабря. Уже должна стоять елка. Вот. не всегда тоже получается, особенно если не получается заехать домой во время гастрольных. Приходится как-то выкручиваться, захватывать елку. Приходится просить родителей, чтобы они купили елку. Когда мы приезжаем, предположим, 28 или 29, то дома по крайней мере уже стоит елка, чтобы не нарушать эту традицию. Или просить готовую елку. От выступали допустим, вольного елочка. Я просто пытаюсь на радиоведущего учиться. Да, хорошо, у тебя получается такое. Понравилось мне в принципе везде понравилось. Каждая страна по-своему хороша. Но вот что из последнего так уж произвело на меня впечатление, произвела Португалия. Чем? Красотами болот. А там рыбы? Я имею ввиду просто красотой природы с совмещением красот природы, невероятной красоты природы и древней архитектуры. Эти безумные замки совершенно невероятной работы. Я даже не представляю как это могло вот так строиться в таких мелкие детали, как будто вывязанные крючком. И все это на самом деле высечено из камня. И все это утопает в каких-то невероятных вообще цветах, кустах. Все вокруг цветет, вокруг пальмы. Здесь с одной стороны океан, скалы. Ну, в общем, это так красиво, это безумно красиво. Народ танцует, веселится. Народ замечательный, удалось даже познакомиться с местными португальцами, вместе сходить на рок-концерт. Вот, ну, может быть, Португалия еще вот такое произвела впечатление, что было классно вообще такое. Два дня всего лишь, два несчастных дня и столько вообще впечатлений. Куда собираемся в ближайшее время? Ну, пока я никуда не собираюсь, я только приехала из Испании. Люди вбедут, я не могу все время, да. А мы тут уже позвели. Маринка задает вопрос, Алена, назови, кстати, классный вопрос, Алена, назови семь принципов существования в украинском шоу-бизнесе, следуя которым можно добиться успеха. О, нет, я не смогу справиться с этой вопросой, я просто не знаю этих семь принципов, я знаю один, я знаю один, да, серьезный принцип, это сила воли. Но он, собственно, не только к шоу-бизнесу, это, я думаю, да, только это относится в первую очередь к очень сложным сферам выживания, когда человек ставит перед собой какую-то цель определенную, понимая, что эту цель достаточно сложно достичь, что здесь один главный, краеугольный камень, это сила воли, потому что приходится сталкиваться с таким множеством всяких разных препятствий, что только будучи сильным внутренним можно их преодолеть. Вот, ну, а дальше уже можно придумывать все, что угодно, иметь огромное желание этим заниматься, там, и так далее, и так далее, и так далее. но все сводится к одному, к селе воле. Для тех, кто не в курсе, Алена одна из немногих девушек в украинском шоу-бизнесе, которая дружит с другой девушкой из украинского шоу-бизнеса, при этом дружит не так, как обычно антусовка, потому что не вот это не вот так. Обычно мы целуемся серьезно, так. Не в сечку, а вот, понимаешь, шутка. Шутка. Ну, я еще не забыл про то, чтобы напиться и упасть, чтобы никто не увидел, а ты мне еще сразу вот этими лесбийскими игрищами добиваешься. Я вообще, я себя веду скромно. Страшно, порочная женщина. Так, Лена, тоже классный вопрос. Если бы ты писала сказку, о чем бы она была? И с какими известных сказочных персонажей ты можешь себя сравнить? Спасибо, очень приятный вопрос, и вопрос, можно сказать, в тему, поскольку я таки начала писать сказку, детскую сказку. Я давно об этом мечтала, я всегда этого хотела, и я до сих пор, до сих пор большой поклонник сказок и фэнтези. И детство у меня прошло все практически. детство прошло под, ну, точнее, в чтении сказок. Я прочла, пожалуй, там, все сказки, которые существуют на белом свете. Ну, может, это немножко преувеличено, но я прочла множество сказок, до сих пор люблю читать сказки, смотреть сказки. Вот, и вот стала писать. Я не хочу раскрывать пока, ну, говорить о чем. Могу только сказать, что это главная героиня, девочка 13 лет. Вот, как ее зовут, я не скажу, поскольку я сама еще не определилась. Есть базовое, начальное имя, вот, но как это будет на самом деле, я не знаю. Это будет такое очень, ну, хотелось бы, чтобы это было таким захватывающим фэнтези не только для детей, но и для взрослых. Слушай, я даже буду сказать, ты уж извини меня за мой 13-летняя девочка, чтобы она была захватывающей для взрослых. Ну, знаете, сколько, сколько я знаю взрослых людей, которые обожают Гарри Поттера и прочли Гарри Поттера, хотя давно уже вышли из возраста Гарри Поттера. Ты не даешь развиться моим эротическим фантазиям совершенно. А, в этом смысле, ну, специально для тебя я могу ввести туда, парочку более взрослых персоналов. Не, не надо, вот можно поставить все как есть. Я шучу. Джуна, Алена, верите ли вы в энергию космоса, в сверхъестественное, в гороскопы? Да, конечно. Безусловно, я верю в энергию космоса, я верю в сверхъестественное и не очень верю в гороскопы. Почему? Я не очень, скажем так, я не доверяю им, особенно западным гороскопам. Я считаю, что это больше такая психология, которую вообще развили в такую огромную индустрию, чтобы людям там парить могло. Некогда было скучать, скажем так. Да, я больше, если уже говорить о гороскопах, то мне больше нравится идея индийского гороскопа, поскольку это первоначальный гороскоп, который существовал вообще на земле. он немножко по-другому. что из Китая как-то все пошло. Из-за Самые древние, да. Получается индийский, но опять же я пытаюсь и стараюсь не углубляться в эту тему. Я столкнулась с очень интересным явлением, что касается гороскопов. Вот, когда читаешь в гороскопе описание свое, тебе кажется, что да, безусловно, это максимально подходит. И начинаешь как-то уже даже подсознательно выискивать. да, да, это я, конечно, это при меня, да, конечно, эти качества, конечно же, да, да, да. И вот один раз я заказала себе индийский гороскоп и по индийскому гороскопу я оказалась совершенно другого знака зодиака. То есть всю жизнь я думала, что я козерок и здесь мне неожиданно рассказали, что я стрелец. Так вот, когда я стала читать описание стрельца, я поймала себя на мысли, что да, это все про меня написано абсолютно. я конечно же стрелец, поэтому я не доверяю гороскопам, мне кажется, что там все очень так усредненно, написано специально так, чтобы каждый человек мог найти там какие-то схожие черты. Может, я не права, я не знаю. Егор задает вопрос со смыслом. Алена, какие у тебя отношения с Киев Электро и с Киев Энерго? Задолженности имеете? Нет, у меня нет задолженности. Кстати, к чему этот вопрос? К чему этот вопрос? Наверное, к недавнему какому-то визуальному отображению где ты в Парандже? Да. Угу. Опа! Опа! Вообще так, Алё, рассказывай, рассказывай пиар-историю тебе. Господи. Расскажи тебе пиар-историю. Есть такая группа по слухам, как кому-то из твоих знакомых эта группа создана, кем-то из твоих знакомых, да, и ты засветилась там каким-то образом вот, в этом контенте музыкальном. Расскажи нам, Алёна, конечно, об этом немножко. Да, это проект новый такой техно, веселый проект Алексея Большого, который вот с недавних пор стал еще не просто музыкальный продюсер, теперь еще и просто продюсер. Вот, в этом проекте участвует Макс Мацун, известный телеведущий нового канала. Мы помним эту классную песню про телефон. Да. Близкая любому мужчине. Ну вот, поскольку, да, прошлая песня была такая, сугубо мужская, пацанячая, да, я так поняла, что Алексей Большой решил не приглашать меня в этот проект. Следующая песня веселая, развлекательная, зажигательная, вот, танцевальная и все, и все, и так далее, что можно применить к этой песне, вот, соответственно, вот Алексей пригласил меня, я играю там буквально очень небольшую роль, я пою припев и немножко снимаюсь в клипе. А кто заставил тебя пронжу одеть? Как вещи на тебе можно пронжу одеть? Ну, дело в том, что меня никто ничего не заставил. есть, была просто концепция, поскольку это некие балканские мотивы, как известно, балканы, непосредственно связаны с мусульманской культурой, вот, был придуман такой ход, вот, девушка в пронже, которая снимает пронжу, а там, оказывается, это не девушка, не просто девушка, Алена Винницкая, вот, и тем более, тем более, что в пронже я там буквально несколько секунд, буквально 3 секунды, даже меньше 2 секунды. Три раза уже сегодня, я себя сдерживаю, я сдерживаю себя, я не продолжаю идти, нет, нет, я просто ты сама меня провоцируешь на некоторые вопросы, но я себя сдерживаю. Мы практически уже подходим к финалу, не будем тебя долго мучить. Алена, в Украине скоро появится социальная сеть «Звездный аукцион», звезды смогут выставлять свои вещи на аукцион, а поклонники их покупать. Интересен ли вам подобный проект, хотели бы в нем поучаствовать, спрашивать продюсера этого проекта, господи, очень бесплатно. Если это связано с благотворительной деятельностью, если эти деньги будут использоваться в каких-то благих целях, то почему бы нет, наоборот, это очень классная идея, и в общем-то в подобных аукционах я участвую уже не первый год, и не только я, вообще артисты разные, и украинский шоу-бизнес тоже участвует, то есть периодически в Киеве устраиваются такие мини-аукционы, куда артисты приносят свои вещи, и потом выручка вся уходит, скажем, в поддержку какого-то либо фонда, либо детских домов, и так далее, и так далее. Мне кажется, что это вполне нормальная, замечательная идея, и чем чаще такие аукционы будут проходить, тем лучше. Потому что, знаете, есть такая пословица «С миру по нитке, голому рубашка». Пусть это будут какие-то небольшие деньги, но пусть это будет часто, и если эти денежки будут собираться на какие-то хорошие дела, то значит, будет какое-то будущее у нашей страны, и вообще у общества, прежде всего. Сейчас опять начнем умничать с тобой. Нет, все, все, все. Дрил задает вопрос. Дрил задает вопрос интересный. Сколько раз вы сможете набить футбольный мяч? Я вообще-то, конечно, не футболистка. И сколько раз Серега сможет набить лицо Дрилу? Я люблю смотреть футбол, и, ну, как бы частенько делаю это вместе со своим мужем. Наверное, все-таки больше благодаря ему, потому что он смотрит, а я никогда не возражаю по этому поводу, наоборот, я где-то как-то во мне просыпается болельщик. Вот, ну, вот играть в футбол наверное, все-таки нет. Я не знаю, я даже не пробовала. Наверное? Попробую. Мышцы, знаешь, все-таки тренируют. Попробую. Думаю, раза три точно. Наверное, раза три точно. Если сконцентрируюсь, то, наверное, смогу. Последний вопрос от Риты. Алена, недавно в интернете увидела, что вы снимались в сериале. Расскажите подробнее, пожалуйста, о своей роли, и еще когда вас можно будет посмотреть, я так подозреваю, в сериале. Да, это один из таких самых приятных, пожалуй, моментов в моей жизни за последнее время, самых таких интересных. Это съемка в сериале, известный сериал «Такси» с замечательными актерами. Это и Павел Галич, и Сергей Рост, и Сергей Белоголовцев. То есть, такой набор вообще прекрасных актеров, с которыми было, во-первых, приятно познакомиться, во-вторых, просто находиться с ними на одной съемочной площадке. У меня была, скажем, не очень сложная роль, мне нужно было играть себя. Сериал комедийный, максимально позитивный, такой отдыхательный, если можно так сказать, такое новое слово, отдыхательный сериал. Я всех приглашаю посмотреть. Эта серия будет, скорее всего, в декабре. Я не знаю пока что точно, когда, но мы обязательно на всех наших, и на сайте, и на фейсбуке, заходите и смотрите, мы обязательно вывесим. Точный день, когда можно будет посмотреть. Я сама с трепетом жду, поскольку это такой, все-таки, актерский опыт, который меня захватил, и не скрою, мне очень понравилось, я бы с удовольствием снялась бы еще в каком-нибудь сериале. И напоследок пожелания всем тем, кто нас сейчас смотрел, слушал, от Алены Виницкой. Я всем хочу сказать огромное спасибо за то, что уделили мне свое драгоценное время, огромное спасибо всем, кто не поленился и прислал свои вопросы, все вопросы были отличными, всем желаю хорошего настроения, вообще радости в жизни, главное, кайфовать по жизни, не обращать внимания на то, что ужасная погода, не волнуйтесь, скоро выпадет снег, будет веселее, с наступающим вас Новым Годом. Всем просто желаю кайфовать в жизни, находить в жизни эти моменты для кайфа и обязательно их замечать и не пропускать. Всегда ваша Алена Виницкая. Аргументы и факты в Украине, сайт TVA, еженедельник телесей, меня зовут Денис Путинцев, рядом со мной сделала потрясающая девушка, если бы я не знал ее мужа, то я бы, наверное, даже что-то приударил. Сделать, да, но просто я видел его и я реально понимаю, что даже с моими 120 килограммами не получится у меня ничего. Алена Виницкая в гостях у нас была, спасибо вам большое, все, пока. Спасибо.